Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Минобороны России приводят свежие данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на солидарском направлении, потери 24-й механизированной бригады ВСУ составляют около 2,5 тысяч человек. Это 60% ее численного состава. Практически уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Ее потери превысили 80%. В районе Артемовска ДНР ВКС России поразили пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава. И 20 единиц боевых бронированных машин. Военнослужащие 80-й десанта-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Руководство ВСУ отдало приказ сократить сроки лечения раненых военнослужащих и направлять их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий. Высокоточным оружием ВКС России уничтожены 6 пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашева и двух батальонов терробороны в районе Николаева, а также три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск, Звановка ДНР. Уничтожена живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровской Николаевской области и Центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова. В рамках контрбатарейной борьбы поражены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм «Гаубис» «Гиацин-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка ДНР. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника противника в 142 районах. Российскими истребителями Су-35 сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Николаева и Су-25 в районе Адамовки ДНР. Российскими средствами ПВО сбиты 17 украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены 6 украинских баллистических ракет «Точка-У» и 12 снарядов реактивной системы залпового огня. На севере Харьковской области идут боестолкновения в районе Сосновки, Светличного и Питомника. Вооруженные силы России нанесли удары по позициям противника в поселке городского типа Эсмань и селе Шалыгина Сумской области. На Солидарско-Бахмутском направлении командование ВСУ ведет укрепление оборонительных рубежей на линии Северск-Звановка-Солидар-Бахмут. В Зайцево и Красную гору доставлены средства для создания фортификационных сооружений. В Веселом идет дооборудование опорного пункта. После потери спорного ВСУ готовится к наступлению вооруженных сил России в направлении Северска, Ивана-Даревки и Берестового. Часть 3-го батальона 14-й отдельно механизированной бригады ВСУ понесла большие потери в живой силе и технике от огневого воздействия вооруженных сил России и самовольно покинула позиции в Берестовом. В район Золотаревки направлены ДРГ с ПТРК «Джавелин» на вооружении. Задачи группы – поражение автоколонн вооруженных сил России, наступающих в направлении Северска, и прикрытие отступающих сил. Для замедления продвижения вооруженных сил России в окрестностях Часов Яра, Солидара и Северска размещены РСЗО «Химорс». Отступившие из-под Лисичанска остатки подразделений 24-й отдельной механизированной бригады и 79-й отдельной десанто-штурмовой бригады ВСУ выведены в Днепропетровск для доукомплектования мобилизованными резервистами. Артиллерийские и минометные подразделения вооруженных сил России ведут интенсивный обстрел позиций ВСУ в районе Бахмута, Берестового, Звановки, Веселого, станции Выемка и Иванодаревки. Союзные силы удерживают Клинова, идут бои за Покровское. В район переброшены САУ с Лисичанского направления. Поражены позиции противника в Славянске, Григоровке и Авдеевке. Готовится наступление на позиции украинской армии в Новолуганском и на территории Углегорской ТЭС. В Запорожской области стороны продолжают артиллерийские дуэли. Вооруженные силы России ведут огонь по пунктам дислокации украинской армии в районе Орехово, Таврийского, Гуляйполе и Степногорска. Были поражены позиции противника в селе Марьянское на юге Днепропетровской области. На Николаевско-Криворожском направлении обстрелы ведутся по всей линии соприкосновения. Острая нехватка личного состава подразделения первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов. Так, 226-му батальону украинского нацформирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровская в подчинении оперативно-тактической группы «Солидар». Однако боевики отказались выполнять приказ. Решение о саботаже распоряжения руководства поддержали не только рядовые боевики, но и командиры нацбатов. Напомним, 29 июня в районе населенного пункта «Питомник» Харьковской области в результате удара российской артиллерии были уничтожены до 100 боевиков формирования «Кракен». Командование так называемого элитного подразделения приняло решение срочно перебраться в Харьков, где боевики проводили карательные рейды. Эскадроны смерти по ночам врывались в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях. Российские военные продолжают вычислять места скопления таких группировок, состоящих из отпетых преступников, даже если они находятся в отдалении от линии фронта, и наносят по ним удары высокоточным оружием. Интересно, как отреагирует киевское командование на отказ от выполнения приказа? Ночью 7 июля киевский режим попытался провести пиар-акцию на острове Змеины. Около пяти утра на берег с моторной лодки высадился украинский десант, чтобы доставить на остров флаг Украины. Военные сфотографировались с флагом, и снимки стали активно распространять украинские СМИ и паблики. Однако российское министерство обороны обнулило перемогу. Самолет ВКС России немедленно нанес удар высокоточными ракетами по острову, и часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали на лодке в направлении населенного пункта Приморска Одесской области. Минобороны России назвала акцию с установкой флага символической попыткой. Военные успели только сфотографироваться, и акция привела к очередным бессмысленным потерям. В пятницу синоптическая ситуация на освобожденных территориях Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях обусловится теплым и сухим сектором циклонической депрессии. Прогнозируется облачность 4,7 баллов, верхний, средний и кучевой, с нижней границей 1000-1500 метров, вверх 2-3 километра. Без осадков видимость более 10 километров, ветер восточных румбов 3,8 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 18-23, днем до 30-35 градусов тепла. Введение операций на данном стратегическом направлении с применением группировок сухопутных войск в простых условиях гидрологического режима не ограничены и возможны, в том числе с привлечением значительного количества инженерных частей. Проведение воздушных наступательных операций с применением авиационных ударных комплексов со всеми типами головок самонаведения по метеоусловиям благоприятно круглосуточно. Пуски крылатых ракет с кораблей и подводных лодок ВМФ России по условиям волнения моря и ветра с акватории Черного моря возможны. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ